Да нет никакого софинансирования. 6 миллиардов, да, государство исполняет свои обязанности по программе модернизации, а области нет. Зарплаты выросли рублей на 500, а скандал разгорелся нешуточный. С 1 июня саратовским врачам повысили жалование, только сделали это в ущерб лечению и питанию пациентов. На это расходы пришлось сократить, потому что областное правительство деньги на повышение не предусмотрело. Что должен был сделать Минздрав в этом году? Знали, естественно, в начале года, что зарплата налоги выросла на 8%. Знали, что повышать будем зарплату. Значит, самое естественное было предположить, что нужно было заложить эти деньги в тариф. Задержка зарплат грозит главным врачам судом, поэтому им пришлось пересматривать бюджеты. О том, что ситуация с выплатой жалования медикам станет критической, чиновники из местного министерства здравоохранения знали, но мер не приняли. Неоднократно я выезжал в районы, где складывалась вот такая ситуация. Ну, как-то я не находил понимания. Поэтому, ну, я считаю, что я, так сказать, не вписался в команду. И, так сказать, как практический врач посчитал нужным, лучше уйти в практическое здравоохранение. Это в рот дом у нас гуляш будет. В пищеблоке 8-й горбольницы уменьшение суммы, выделенной на питание пациентов, уже ощутили. Говорят, пока продуктов хватает. А вот те, кому нужна особая диета, пояса затягивают потуже. Если раньше можно было бы там инвалидам или кому-то там соки какие-то дополнительные, что-то еще, фрукты. Сейчас как бы мы не можем позволить себе этого. Есть в больнице лекарства. Все поставки регулярны. Но сколько эта ситуация будет стабильной, врачи не знают. Вы узнаете? Конечно, начинаешь ощущать некоторую вину свою перед пациентами, потому что, получается, какая ситуация. Зарплату вроде нам прибавили, но при этом как-то вот какая-то непонятная ситуация с лекарственными препаратами. Как уверяют в областном министерстве, до конца года зарплаты медикам вновь должны немного повысить. Но врачи говорят, еще одного подарка больницы могут не выдержать. Кормить и лечить пациентов, возможно, будет не на что. Кристина Трушин, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.